МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Значит, завещание того ли заявления гражданина на распоряжение его имуществом на день смерти. Такой документ можно удостоверить в любой нотариальной конторе, независимо от места жительства и местонахождения объекта недвижимости. Для этого необходимо гражданину прийти в нотариальную контору, либо если он ввиду физических каких-то недостатков либо болезней не может прийти лично в нотариальную контору, то возможно оформить выезд нотариуса на дом и удостоверить данный документ на дому. Завещание должно быть составлено в письменном виде. Завещатель собственноручно пишет завещание, либо нотариус со слов завещателя в присутствии свидетеля готовит данный документ самостоятельно. В данном случае, если нотариус составляет завещание сам в присутствии свидетеля, до подписания оно должно быть прочитано завещателем самостоятельно, и после чего должно быть подписано самим завещателем и свидетелем. Просто написать завещание и положить где-то там дома, не удостоверяя его нотариально, это невозможно. Завещание не может быть написано по доверенности, и гражданин, который удостоверяет завещание, должен обладать полной дееспособностью. Существует несколько видов завещаний, это открытое завещание и закрытое завещание. Чем они отличаются? То, что открытое завещание, оно пишется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в делах нотариуса, удостоверившего его, второй отдается завещателю на руки. Когда удостоверяется закрытое завещание, Это такое завещание, которое завещатель пишет самостоятельно в единственном экземпляре, складывает его в конверт, приходит к нотариусу в присутствии двух свидетелей. И тогда уже о тексте завещания станет известно, когда завещателя не станет. Также существует еще такой вид завещания, как завещательное распоряжение в банке. Если у завещателя есть какой-то денежный вклад, он может оставить завещательное распоряжение на эти денежные средства, охраняющиеся на счету в банке, конкретно в том финансовом учреждении, где находится этот вклад. И тогда до истечения шести месяцев наследникам, которые указаны в этом завещательном распоряжении, может быть выдана сумма денежных средств в размере не более ста базовых величин. Это достаточно удобно, если нет другого имущества, которое необходимо унаследовать, чтобы не ждать шести месяцев. Вот можно так поступить с имеющимися денежными средствами на счетах в банке. Спасибо, Ольга Викторовна. Ждем Ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Продолжение следует...